МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Александр Ломаев. В начале выпуска коротко о главных темах. Дышите глубже! В Волгаре для проверки качества воздуха открыли стационарный пост. На почте России сегодня забегали. Силовики провели учения. Когда на Ташкентской, наконец, откроют детский сад, самарский мэр следит за стройкой. Состояние воздуха под контролем. В микрорайоне Волгарь открыли пост для наблюдений за состоянием атмосферы. Последние два года местные жители жалуются на неприятный резкий запах. Теперь мониторинг воздуха производится 4 раза в сутки. Специалисты анализируют концентрацию вредных веществ. Уже произвели первые замеры. О результатах знает Даниил Лучко. На этом посту воздух замеряют 4 раза в сутки. Специалисты анализируют концентрацию 8 веществ. Таких как бензол, сероводород и диоксид азота. Затем пробы отправляются в лабораторию. Результаты становятся известны через 9 часов. Этот пост в Волгаре установили по поручению губернатора Дмитрия Азарова. Мониторинг загрязнения воздуха ведется в полуавтоматическом режиме. Два раза вручную и два раза в режиме онлайн. 3 июня провели первые измерения. Превышений нет. Для измерения сопутствующих метеопараметров наблюдатель будет при каждом отборе измерять температуру, атмосферное давление, скорость ветра и направление. Оксана Романова живет в Куйбышевском районе всю жизнь. В Волгаре последние 5 лет. Девушка жалуется на удушающий запах, похожий на запах бензина. Из-за чего, говорит, у нее головные боли и тошнота. Теперь надеется это в прошлом. Мы очень рады. Мы этого и добивались. Мы рады, что администрация города и области нас услышала. И надеемся на дальнейшее сотрудничество с губернатором и с мэром. В микрорайоне проживает 18 тысяч человек. В основном это молодые семьи. Поэтому вопрос экологии на первом месте. Как только найдут источник выбросов, будут предприняты меры. Все превышения, когда превышение больше одного ПДК, мы в органы власти Самарской области, Самары передаем, и Роспредотнадзор. Для принятия, в общем-то, орг решения. Когда стопроцентная уверенность будет, что это выброс произведен на таком заводе или на том предприятии, там меры очень вплоть до по решению суда при установке деятельности. Но это надо на то иметь очень серьезное объективное основание. Стопроцентная уверенность, что это действительно источник здесь располагается, виновник установлен. В следующем году в Волгаре установят автоматический пост стоимостью около 20 миллионов рублей. Данные будут обрабатываться в онлайн-режиме. Прежде всего, это позволит собрать необходимые доказательства загрязнения и наказать виновных. Даниил Лучко, Максим Гусев. События. Сегодня в одном из почтовых отделений Самары сотрудники зашевелились намного быстрее, чем обычно. В здании прошла учебная пожарная тревога. О том, насколько в отделении готовы к чрезвычайной ситуации, расскажет Анастасия Ирыгина. Вошла на работу через дверь, а вышла через окно. Наталья Артемьева и не подозревала, что, казалось бы, обычный трудовой день примет неожиданный оборот. Когда в здании началась учебная тревога, она находилась на третьем этаже. В итоге ей пришлось спускаться по пожарной лестнице через окно. Признается, переступить через карниз оказалось не так просто. Тем не менее, операция спасения прошла успешно. Было немножко страшно переступить, да. Но, опять же, я находилась в состоянии не стресса, я находилась в нормальном состоянии. То есть я понимала, что происходит, я понимала, что рядом люди. И огромное спасибо спасателю, который протянул свою руку и дал мне ее, чтобы я перешагнула и схватилась за него. Всего из здания эвакуировали около 300 человек. С того момента, как объявили тревогу, не прошло 10 минут, а на место уже прибыли пожарные. Задача номер один – убедиться, что все покинули здание и получить доступ к воде. У всех руководителей на руках были списки сотрудников, где ведется учет рабочего времени. Благодаря этим бумагам управляющие легко определили, все ли покинули помещение. Все прошло организованно, работники уже проходят не первый раз. То есть все организованно среагировали на вызов тревожной сигнализации, вышли в отделение, никого не оставалось. Просто волнительно наблюдать, потому что если это обучение, а если это было по правде, то это намного страшнее. По словам руководства отделения, такие учебные тревоги проходят каждый год. Дополнительно проверяют, насколько соблюдаются требования пожарной безопасности и общаются с сотрудниками. Спасатели отмечают, сохранять бдительность в этом здании особенно важно. Здание у нас старое, и в этом здании очень может быть сложности в тушении, потому что пустотное перекрытие данного здания. Поэтому обнаружение, сообщение и прибытие к месту – это основная цель, чтобы все быстро, чтобы не дать распространиться пожару по зданию. Кроме того, говорят спасатели, отделение почты – это место, где всегда скапливается много людей, особенно пенсионеров. В случае опасности сотрудники должны уметь организовать эвакуацию. Анастасия Ерыгина, Василий Колдашов. События. Как ведется строительство здания нового детского сада в Кировском районе, проверила глава города Елена Лапушкина. Образовательное учреждение на 240 мест должно быть готово к концу года, но подрядчик объекта выбился из графика. Нагонят ли темпы строительства, знает Лариса Шалафаст. Строительство здания детского сада на улице Ташкентская на особым контроле. Глава города была здесь две недели назад. Теперь приехала проверить, что сделали подрядчики за это время. Сейчас в первую очередь делаем наружную часть по периметру, чтобы здесь дренажу приступить и те стороны все засыпать, обратно засыпать, и грунт весь закидывать внутрь. Чтобы пополам приступить, ну и в дальнейшем уже бетонирование. Здание детского сада на Ташкентской строится по программе развития муниципальной системы образования Самары на 2015-2019 годы. Из графика выбились потому, что зимой подрядчик не позаботился о защите фундамента от промерзания и увлажнения. В итоге площадку подтопило водой. Сейчас сроки практически нагнали. Практически полностью подрядчику удалось побороться с той водой, которая стояла здесь в фундаменте. Полностью завершены работы по возведению дренажа. Мы видим, что он эффективно работает. Это видно даже невооруженным взглядом. Полностью завершены все работы по гидроизоляции фундаментной части здания. Также завершаются работы по усилению фундамента. В ближайшее время подрядчик перейдет к возведению перекрытий подвала и начнет строить стены первого этажа. Детский сад будет рассчитан на 240 мест. Здание должно быть готово к концу этого года. Лариса Шлафас, Николай Епифанов. События. Больше каналов, лучше качества. Самарские волонтеры подключили пенсионерам цифровую приставку. Напомню, с 3 июня по всей России перестало работать аналоговое вещание. Те, кто еще не успел перейти на цифру, могут рассчитывать на бесплатную помощь специалистов. Что для этого нужно, расскажет Даниил Лучко. К Александру Николаевичу и его супруге волонтеры пришли, чтобы подключить цифровую приставку. С 3 июня по всей стране перестало работать аналоговое вещание. Чита Васильевых лишилась любимых программ, а без них, рассказывают, жить трудно. 20 минут на стройке, и в телевизоре появляется картинка лучшего качества. Где картинка? Вот картинка. Смотрите туда. Ну вот, все. Все, спасибо. В данный момент сейчас, конечно, изображение лучше. Если вот оно еще настроится, все эти программы будут работать, так вообще прекрасно будет. Подключить цифровое ТВ можно самостоятельно. Для этого достаточно купить специальную приставку и соединить ее с телевизором с помощью проводов, на конце которых находится так называемый тюльпан. Это сочетание желтого, белого и красного проводов. А также установить антенну, затем зайти в меню телевизора и запустить автопоиск. Появится 20 телеканалов Full HD качества и 3 радиоканала. Спрашивают люди у нас уже кто постарше, потому что с техники, как бы техника уже у них как раз таки на «вы», не на «ты». Но все равно мы пытаемся объяснить каждому, как пользоваться, какие кнопки именно нажимать, какие нет. Но нету такого, чтобы человек не понял. Я считаю, что это очень полезная и нужная служба, которая помогает освоить этот новый формат, как раз пожилым людям. Для них она необходима. Если вам необходима помощь в подключении цифрового ТВ, звоните по телефону горячей линии, указанному на экране. К волонтерам уже обратились более 1800 самарцев. Кроме того, все социально незащищенные жители могут получить компенсацию расходов за приобретенную приставку. Размер выплаты не должен превышать 1200 рублей. Подробная информация представлена на сайте администрации. Данил Лычко, Григорий Плешаков. События. В Самаре определены талантливые дети, которые в этом году будут получать стипендию главы города. Конкурсная комиссия приняла решение о назначении стипендии 50 талантливым самарцам. 25 человек в сфере культуры и искусства, столько же человек в сфере физической культуры и спорта. Это ребята, которые, несмотря на юный возраст, уже не раз становились победителями всероссийских и международных конкурсов. На церемонии награждения побывала Лариса Шалафаст. Стипендию от главы города получает ученик Центральной музыкальной школы Сергей Рымарь. Юный пианист не раз становился лауреатом музыкальных конкурсов различного уровня. Недавно дебютировал в качестве композитора, сочинил несколько произведений. Музыка – это неотъемлемая часть жизни, признается юный музыкант. Его любимые композиторы Моцарт и Шопен. Современной поп-музыкой не увлекается. В свободное время не прочь послушать Битлз и Рамштайн. Стипендия главы города – хороший стимул совершенствоваться и достигать новых высот, признается Сергей. Я защищаю поддержку. Действительно, то, что я делаю, это может быть значимо. И будет иметь какой-то результат, что надо дальше идти в поколение вершин. Муниципальная стипендия учреждена по инициативе педагогического сообщества города и призвана поддерживать начинающие дарования и создавать условия для развития их интеллектуального, творческого и спортивного потенциала. С 2012 года стипендиатами стали порядка 300 молодых спортсменов, музыкантов, артистов и художников. Ребят, спасибо вам огромное за ваш совершенно не детский труд, за ваше упорство и стремление идти к своей цели. Спасибо вам всем огромное. И я надеюсь, вот та награда, которую вы сегодня заслуженно получите, будет пусть не первой наградой, но совершенно точно новым толчком к новым достижениям. Огромное спасибо преподавателю, воспитателю, тренерскому составу. Вы делаете чудеса. И огромное спасибо в вашем лице присутствующим родителям за то, что вы находите в нашей повседневной жизни время, чтобы сопроводить своего реберка к этим вершинам. В этом году стипендиатами стали 50 человек. Все они будут получать по 5000 рублей в течение всего года. Лариса Шлафаст, Константин Головин, События. Династия добра и милосердия. Семья Сергеевых, соцработники, помогают нуждающимся самарцам пережить трудные времена. Кому воду принести из колонки, кому огород скопать. Сергей Кизоркин убедился, что творить добро не так уж и сложно. Пенсионер Александр Скибицкий ослеп почти 30 лет назад. После операции зрение вернулось, но не полностью. Поэтому без помощи соцработника, жизнь инвалидов в деревенском доме в Запанском районе стало бы невыносимо. Зимой нужно почистить тропинку от снега с весны до осени, ухаживать за огородом. Убрать избу, приготовить еду. А еще хозяйство постоянно требует мелкого ремонта. Один я живу. Раньше у меня мама была, она умерла. Сестра у меня есть. Она живет отдельно. Там своя семья. Соцработники – это хорошее дело. В это время у нас политинформация с ним. Так что в этом отношении мы с ним душа в душу живем. Соцработник – мужчина, явление редкое. Александру Скибицкому по хозяйству помогает уже седьмой год Владимир Сергеев. В профессии его привела супруга 20 лет назад. Жене начал помогать. Она пришла раньше работать. То есть там подружку позвала. И опять же, тяжело женщине. И опять частный сектор. И я ее возил на машине. Как-то я по свободному графику работал. А что ты, говорит, так, давай устраивайся, вроде будешь на полном основании. Вслед за отцом династию соцработников продолжила и дочь. Мария Крайнова – медик-психолог. Как трудиться начинала медсестрой в районной поликлинике. После рождения второго ребенка решила больше времени уделять детям. И сменила профессию. Родители очень много рассказывали про свою работу. Слушала, думаю, попробую себя тоже в этой сфере. Тут ты своих людей как бы ведешь на протяжении всей их жизни. И знаешь о них. То есть они уже становятся тебе такими родными, близкими, как такая большая семья. В Центральном отделении социальной службы Железнодорожного района трудится 14 человек. Большинство из них – молодежь. Каждый специалист, прежде чем выйти на работу, проходит обучение и аттестацию. Образование, оно никогда не помешает. Учиться – учиться. Но в первую очередь здесь что нужно? Здесь нужно любить людей. Вот видно человека. Я не знаю, или я так долго работаю, я уже вот вижу человека, просто он приходит, и я его кожу чую. Вот будет он работать или нет. На одного соцработника в Железнодорожном районе приходится в среднем по 15 подопечных. Дважды в неделю, а зачастую и по просьбе, специалист навещает нуждающегося. Заранее составляет план работы на дому. Дорога каждая минута. Успеть нужно много. Помочь по хозяйству, измерить давление, укол сделать. И главное – по душам побеседовать. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События. Далее коротко о других событиях дня. Появилось видео с детьми, улетевшими на батуте. Мальчик и его сестренка получили разные травмы. Один из детей ударился головой об асфальт. Тольяттинские следователи возбудили уголовное дело. ЧП случилось в день защиты детей возле торгового центра «Акварель». Виновники инцидента теперь предстанут перед судом. Сразу 10 уголовных дел возбудили в Самаре за поддельные часы, одежду и сумки, сообщает пресс-служба Самарской таможни. Среди выявленных контрафактных товаров – кроссовки, одежда, часы, автозапчасти, сумки, кепки, рюкзаки, портмоне, незаконно маркированные такими известными торговыми знаками, как «Найк», «Адидас», «Рибок», «Балансиаго», «Гуччи», «Филипп Плейн» и другие. Всего в этом году таможенники нашли более 61 тысячи единиц товаров с признаками контрафактной продукции. Сумма ущерба по оценке правообладателей составила более 113 миллионов рублей. В Самарской области подорожает проезд на электричках. На участках Самара-Зубчининовка, Мирная Самара-Конструкторская, Самара-Конструкторская, Самара-Ягодная при наличном расчете стоимость полного билета составит 22 рубля. За детский придется отдать 5,5 рублей. Если же пассажир оплачивает проезд по банковской или транспортной картам, то он отдаст за взрослые 18 рублей 20 копеек, а за детский – 4,5 рубля. Улица Пушкина в Самаре меняется на глазах. В честь 220-летия великого поэта ее преображают студенты-волонтеры. На пересечении с улицы Чкалова ребята украсили забор тематическими рисунками. Что на них изображено, расскажет Анастасия Гиргина. Студентка Алина Телегина – одна из авторов нового арт-объекта. Рассказывает, рисованием увлекается со второго класса. Окончила художественную школу, после чего решила стать архитектором. Признается, когда ее с одногруппниками пригласили участвовать в обновлении улицы Пушкина, с радостью согласилась. Очень обидно, когда такие улицы забываются, потому что они названы в честь таких великих поэтов. И поэтому хотелось бы преобразить эту улицу. Когда Александр Пушкин писал стихи, он одновременно набрасывал образы персонажей на полях. Более 20 точных копий этих изображений и нанесла Алина вместе с другими студентами на забор. Александр Сергеевич Пушкин – это гениальнейший поэт. И на современном уровне смотрим его рисунки на полях. То есть профессионалы-художники поражаются его мастерству графического изображения. То есть вот эта тонкость владения линией, пером. Чтобы рисунки не смыло дождем, художники использовали фасадную акриловую краску. На каждое изображение студенты потратили не менее двух часов. Мы надеемся преобразить улицу Пушкину, чтобы она представляла себя достойный объект. У нас с прошлого года уже активизировались дизайнеры, специалисты в сфере стрит-арта, представители Академии строительства и архитектуры. Идея эта уже давно назрела. Во многих городах она реализовывается. Это не первая акция, которая проводится в эти дни в честь юбилея Александра Сергеевича Пушкина. Ранее на одноименной улице высадили дубы. А завтра в сквере Мичурина пройдет праздник, посвященный творчеству русского гения. Анастасия Ерыгина, Дмитрий Мешканцов. События. Самара заразилась уральским музыкальным фестивалем. В Курумочи пассажиров удивляли рок-группы. Ожидание рейсов в этот вечер не показалось томным. Живую музыку послушала Мария Левина. Пассажиры рассчитывали на долгое ожидание, но время провели с песней. На один вечер Курумыч превратился в концертный зал. У микрофона самарская группа и хедлайнеры Уральского музыкального фестиваля. Такого Курумыч еще не видел. Хоть и привык приятно удивлять самарцев и гостей, являясь воздушными воротами города. Здесь уже был и балет, и опера, и танцы. Но вот атмосфера рок-концерта с живым звуком – это что-то новенькое. Мы видим, что с большим интересом люди, конечно, очень удивляются и теряются, потому что, приходя в аэропорт, наверное, это последнее, что ты не ожидаешь встретить. Громкую музыку, живую, яркое выступление артистов. В аэропорте это вообще необычно, потому что, ну, как бы, здесь столько людей куда-то бегущих, спешащих, но они заставляют остановиться. Этот концерт – приглашение на музыкальный фестиваль в Екатеринбурге, куда в конце июня съедутся как известные музыкальные группы, так и новички. Это первая фестивальная площадка в России, где нет ограничений по формату. Аэропорт, потому что хотелось поделиться частичкой, погрузить гостей города в праздник, в ощущение фестиваля, музыки. Открыли вечер «Самарские парни», а вишенкой на торте стало выступление группы «Ромарио». Лирические рок-композиции, вдохновение для которых артисты черпают повсюду, но с аэропортами связана отдельная история. Единственный наш до этого, в нашей истории нашей группы, единственный концерт в аэропорту, он был именно в Курумаче, но прямо в противоположной ситуации у нас была задержка рейса часов в семь, и мы уже не знали, что делать. И мы уже породнились со всем этим рейсом в Москву, и мы просто сели и сыграли там концерт. Мало кто знает, но именно «Ромарио» – автор нашумевшего хита Валерия Сюткина о невозможной любви двух столиц. Ребята исполнили свой, авторский вариант. В зале ожидания аэровокзала были и те, кто концерту не удивился, а знал о нем заранее и специально преодолел сотни километров. Игорь Коблов последние несколько лет не пропускает ни одного нового трека группы. Рассказывает, когда-то случайно услышал ребят с кем-то в дуэте. После этого понял – это его группа. Получилось так, что ни одна из песен, которые играл «Ромарио», не прошла мимо меня. Но вот бывает, это твой исполнитель. Все, что он играет, все, что он играет, это все ложится. Вообще нет ни одной песни из тех, которые я слышал, которые… Извините, будем петь вместе? Еще больше живых выступлений любимых групп можно будет услышать 28 июня в Екатеринбурге. Вход на фестивальной площадке «Свободный». Мария Левина, Василий Кладашов. События. У самарских начинающих художников будет возможность участвовать в передвижной выставке, которая объедет все города региона. А также пройти стажировку в Московском музее современного искусства. Для этого нужно победить в областном творческом конкурсе «Во славу земли Самарской». Чтобы ответить на вопросы конкурсантов, в Самару приехал председатель жюри конкурса, директор музея, вице-президент Российской академии художеств Василий Церетели. Что интересовало творческую молодежь, знает Мария Левина. Конкурс собрал более 300 начинающих художников со всей области. В феврале они отправили свои работы, которые иллюстрируют историю Самарского края. Дарья Макушева одна из конкурсантов. Талант к изобразительному искусству открылся в средней школе. Его заметили и отправили девушку в художественное училище. Сейчас учится на специальности декоративно-прикладное искусство в Тольяттинском университете и хочет стать ювелиром. Я отправила на этот конкурс кольцо с стерилизованным изображением волн, которое изображал собой волку. В первую очередь, потому что все-таки находимся на берегу волки и очень многие произведения авторов Самарской области именно посвящены волке. Оценивать работы будут не только профессионалы из Самары, но и из других регионов страны, в том числе из Москвы. Председатель жюри Василий Церетели отметил талант самарских ребят. В принципе, очень высокий уровень, что очень радует. В Самаре очень хорошая школа. Любая вообще похвала для художников, она очень важна. И на мой взгляд, что чем больше будет внимания уделяться и не только студентам, но и их педагогам, потому что и какое-то любое поощрение для ученика, это тоже и о школе говорить, и о педагогах. Таким образом будет стимул творить, создавать что-то новое, что-то интересное. Василий Церетели пригласил самарских художников на стажировку в Музей современного искусства. Билеты в Москву и абонементы на посещение Третьяковской галереи победителем конкурса пообещал депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Огромное количество высоких качеств, высококлассных, замечательных работ самых разных направлений, самых разных стилей, самых разных настроений, самых разных сюжетов и самых разных манитов исполнения. Я не искусствовер, я в данном случае зритель, но как зритель хочу вам сказать большое спасибо за то, что я сегодня увидел. Студентов интересовало, как пробиться юным дарованием в современном мире искусства и обратить на себя внимание. Профессионалы уверили начинающих художников, что все в их собственных руках и не стоит отказываться от своего таланта. Итоги конкурса подведут ко дню города в сентябре. Работы победителей войдут в передвижные выставки. Их увидят жители всех городов региона. Мария Левина, Николай Сидоров, События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 21 миллиона просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всем доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Твиттера, Твиттера и Твиттера. Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...